Добрый вечер еще раз всем. Это наш первый воскресный вебинар в такой форме. Я немножко расскажу, конечно же, о ресурсе ProfitMoney, о том, какие у нас цели, миссии и так далее. И, безусловно, отвечу на любые ваши вопросы, связанные с трейдингом, будь то акцией или Forex. Я не буду сильно вас нагружать лишней информацией, то есть мы пробежимся быстренько по материалам презентации и потом просто больше времени уделим ответам на вопросы. У кого они будут появляться по ходу мероприятия, пожалуйста, пишите. Хорошо? Хорошо. Мы сегодня будем говорить, пишите в чат, мы сегодня будем говорить в основном о работе трейдера как о работе. То есть основная цель, которую ставлю перед собой я, это создание проб команд, то есть команд, которые состоят из трейдеров, которые работают на деньги, проб компании. На проб компаниях мы поговорим дальше. Но для меня трейдер это профессия, в принципе уже. И я хотел бы, чтобы вы к ней относились точно так же. В анонсе было заявлено, что мы обсудим несколько основных проблем, с которыми постоянно я знаю, одни и те же вопросы возникают по отношению к людям, которые начинают интересоваться трейдингом. Вот, пожалуй, их не так много, но вот это основные. Непонимание, какое количество времени понадобится на освоение профессии. Непонимание, какое количество денег понадобится на освоение профессии. В основном люди не ставят изначально задачу, сколько хотят зарабатывать трейдингом в месяц. Поэтому, когда я, например, задаю этот вопрос человеку, у него возникает иногда такое, знаете, торможение. Ой, аж в каком смысле? Я хочу торговать научиться. Я говорю, если вы хотите научиться торговать, то это не ко мне. Вы мне скажите, сколько вы в месяц зарабатывать хотите. Тогда будем думать, как вам помочь. Большинство новичков хотят просто научиться торговать, не ставят временные рамки. Почему? Ну, это увлекательная профессия, действительно, вы когда начинаете, вы кидаетесь с головой, вот ставьте плюсы, у кого так было. Что сначала торговать, а потом думать через два года, ой, а че это оно денег не приносит? Было такое у вас? Вот, конечно же, не знание, с какого рынка начать, форекс-акции или фьючерсы. И проблемных вопросов, безусловно, больше. Но это ключевые, основные ключевые вопросы. Если вы не задаете эти себе вопросы до того, как начать интересоваться этой профессией, скорее всего, что вы попадете вот в эту аудиторию, многотысячную трейдеров, которые, собственно говоря, сидят на форумах, читают, развиваются, что-то изучают. Но возик как был там, так и есть там. Все уже переживают, семья переживает, что это такое, что это за секта, что ты там делаешь, понимаешь, в этом интернете. Денег нет, а зато ты становишься умнее. Вот это неправильный путь развития. Мы будем с этим бороться всеми возможными силами. Идем дальше. Сейчас мы рассмотрим немножко подробнее все эти вопросы. Итак, непонимание, какое количество времени понадобится на освоение профессии. Ребят, 4-6 месяцев это на личном коучинге. Этот коучинг, который у меня там полторы тысячи долларов сейчас стоит, он будет еще дорожаться, конечно, но пока что так. Это 4-6 месяцев, это так, для начала. Это, конечно, еще, это ничего. То есть реально, конечно, это занимает, ну, больше, ну, хотя бы 6 месяцев. Это в личном коучинге. Если вы этим занимаетесь сами, это годы. Дальше, примерно 3-5 месяцев на реальном счете. Это как пойдет. Сами знаете, в большинстве случаев это тоже годы. То есть если нет конкретной техники, о которой мы поговорим сегодня тоже, в основном это плюс-минус, плюс-минус, сегодня получилось, завтра не получилось. Люди годами сидят, там поступило, что-то там мучат, ничего в результате не зарабатывают. Далее. В целом, не менее 12 месяцев на обучение и первые торги на реале это с личным коучингом. Если у вас трейдер есть, который вас за руку ведет, тянет вас, вам показывает, рассказывает, можете консультироваться. Кстати, слово коучинг, конечно, оно перешло сюда к нам из инфобизнеса, но это правильно. Это правильно. В любом деле, даже если вы там занимаетесь, я не знаю, музыкой, да, если вы занимаетесь профессионалом, это будет быстрее, чем вы сами будете пытаться что-то освоить. Следующее. Непонимание, какое количество денег. По деньгам. Ребят, обучение стоит дорого. Полторы тысячи это, скажем, мой коучинг, я там не являюсь трейдером-звездой, да, я просто обладаю какими-то техниками, технологией. У нас есть тайморы, у меня уже есть написанные роботы. Это такое дело. Но в основном это от 4,5 тысяч долларов и выше. Причем это без гарантии, это без сопровождения. Это так, для начала. Ну, это системное обучение у трейдера, который уже что-то умеет. У нас пока еще такие цены. Оплата тайморы для работы на демо первых месяцев, 5 месяцев. Да, ну, тайморы стоят 120 долларов. Почему я рекомендую начинать с тайморы, я поясню сегодня чуть ближе к концу вебинара. Есть вам очень много преимуществ. Окей. Дальше. Для открытия реального счета. Мы начинаем, я начинаю разговаривать от 3 тысяч долларов. Если мне звонят и говорят, я хочу открыть счет на тысячу долларов, я сразу говорю, ребят, до свидания, это не ко мне. Я не верю, что вы с лимитом потерь 100 долларов что-то будете зарабатывать. Это никому не интересно. Поэтому, извините, вот это не сюда, это вот куда-то в другое место. Дальше. Не ставят конкретный план по желаемому заработку. Желательно сразу же установить, какую сумму ежемесячного дохода вы стремитесь получать. Смотрите, если вас устраивает, грубо говоря, доход, скажем, 1000 долларов в месяц, этого можно достичь в любой другой профессии. Для этого трейдингом заниматься не нужно. И я бы не рекомендовал. Если же вы ставите перед собой амбициозные цели, это, конечно, сюда, но это потребует от вас определенных жертв. Жертв, связанных с временным характером. То есть обучение, подготовка, освоение торговых платформ и так далее. Ну и первые моменты работы с реалом, это, конечно, тоже будут во многом сливные моменты. Есть очень мало трейдеров в мире, которые не слили свой первый счет и до сих пор остались в профессии. Наверное, это единицы. И, безусловно, нужно сообщить своему наставнику свои цели. То есть разговаривать до того, как вы начнете обучение, например, или коучинг, вам нужно разговаривать, чтобы человек вам… Вот я очень резко бываю, многие не понимают, зачем я так сразу отпугиваю людей, но потому что я не хочу потом, чтобы меня не совесть мучила, если я вижу, что человек просто не понимает, куда лезет, что это требует определенной квалификации, которую надо будет достичь, определенных временных затрат, денежных и так далее. Поэтому мы очень резко разговариваем вначале, но зато потом дружим. Идем дальше. Не ставят ограничения по времени. Это, пожалуй, самое страшное. Я, если бы мог вам дать один совет, исходя из своего шестилетнего опыта уже трейдинга на разных рынках, это были и фьючерсы, и форекс, и акции последних несколько лет, я бы дал вам один совет. Когда вы начинаете любое дело, поставьте себе, пожалуйста, цели на год. Временное ограничение на год, например, 12 месяцев. Если у вас есть бюджет, вы должны там, грубо говоря, но если вы хотите участвовать в гонке, вам нужен автомобиль. Если вы можете сейчас себе позволить купить одно колесо, это не означает, что вы куда-либо продвинетесь, потому что вас в эту гонку даже не возьмут. То есть если у вас нет, например, необходимости суммы для того, чтобы пройти коучинг, для того, чтобы открыть демку, открыть реальный счет, поторговать, то лучше этих 12 месяцев на это не тратить. Вы ничему не научитесь. Вы проведете время на форумах, все хорошо, но это ни к чему не приведет. То есть лучше все-таки поднакопить немножко, потом взяться, поставить себе цель, взять себя в ручки и годик поработать и потом принять решение. Это ваше или не ваше. Потому что никто не гарантирует вам достижение результата, то есть что вы будете трейдингом зарабатывать. Я считаю, что если человек пишет в своей рекламе, что он гарантирует, что вы будете зарабатывать, ну это как минимум человек лукавит, потому что все-таки люди очень разные и многим это просто не под силу просидеть там определенное количество часов, кто-то домашнее еще задание делает, кто-то еще что-то. То есть это, знаете, как образ жизни. Мы пытаемся это дело автоматизировать уже, об этом поговорим сегодня. Достаточно, в принципе, успешно, я считаю. Сейчас создается команда, которая будет свои стратегии уже писать. С марта месяца я буду учить, как это делать. Это несложно с Тайморой. Но это уже другая история. Тем не менее, работа все еще достаточно сложная. Поэтому я рекомендую вам поставить временные ограничения. 12 месяцев, да, нет. Идем дальше. Ну и нет понимания, с какого рынка начинать обучение и вообще работу. Форекс, акции, фьючерсы или опционы. Здесь я придерживаюсь того же мнения, которое постоянно на протяжении последних нескольких лет во всех своих видео говорю, что, ребят, если вы хотите зарабатывать, ну, по крайней мере, первое время, вы должны работать как проб-трейдер. Почему первое время? Да, есть уже трейдеры, которые заканчивая свой, как бы, ну, которые уходят из пробов. Вот у них уже есть эти сотни тысяч долларов, которые они там заработали, да. Тогда проб им не нужен. Им не нужно где-то сидеть, кому-то отчитываться, еще какие-то моменты. Им не нужно давать 75% прибыли. Это все их деньги. Но это элита. Туда попасть очень сложно. Требует незаурядных способностей, везения, чтобы попасть в эту группу и так далее. Первое время лучше работать в проб. Что такое проб, мы посмотрим дальше. Итак, это основные были вопросы. Давайте теперь посмотрим, как работает, собственно, вся индустрия. И если мы, кстати, вот этот вопрос, с чего начинать, Forex акции или фьючерсы, если мы поставим вопрос, что мы хотим заниматься этим как профессией, это будут только акции. Потому что попасть в проб по фьючерсам, ну, фьючерсы – очень дорогое удовольствие. И там очень плохая статистика, там еще хуже, чем на акциях статистика. Выживаемость трейдеров, ну, потому что все это немножко сложнее там еще. И маржа там большая и так далее. Ну, короче, попасть в проб по фьючерсам у вас точно не получится. Такие пропы тоже есть, их просто очень мало. Большинство пропов работают с ребятами, которые торгуют на акциях, дают им деньги в управление. Трейдер при этом ничем не рискует, получает до 75%, а реально больше даже. Америки получают до 100% заработка. Потому что пропы там живут на комиссии и так далее. Поэтому, как профессия, это, конечно, только акции. Только акции. Я не говорю, что вы не сможете торговать в Форекс. Пожалуйста. У большинства трейдеров, которые зарабатывают, у них несколько счетов. У кого-то счет есть по Форексу, у кого-то есть счет. В основном это идут через уже брокеров, типа там, нет, не Дукас, через Interactive Brokers, у которых счета позволяют торговать все рынки одновременно. Такие брокеры есть. Вот, поэтому это не проблема. Но основа должна быть, вы должны быть защищены. Прежде всего, вы не должны ничем рисковать. Ваша семья никогда не должна зависеть от ваших, что, не дай бог, вы там что-то слили, ваша семья никак не должна при этом пострадать. Это возможно только в пропе. Когда вы работаете, у вас есть определенные ограничения по лимитам потерь дня, и вы больше не рискуете. Но даже если вы эти деньги потеряете, максимум, что у вас грозит, вас отстранят на пару дней от торгов. Проведут с вами там работу пояснительную. И если вы адекватно это все воспримете, вернете в свое нормальное русло заработка, спокойно будете работать дальше. Но вы никак не пострадаете. Поэтому это тоже преимущество пропов. Схема работы. Биржа, брокер, брокер-дилер, проп-компания, трейдеры проп-компании, и трейдеры, которые работают удаленно, или ритейл, как мы их называем, которые работают на свои деньги. Вот примерно так это все работает. Биржа, вы понимаете, что это котировки, контроль, клиринг и так далее. Брокер, это уже добавляется комиссия, своя наценка, плечо для трейдеров. Вот есть брокеры, которые работают по схеме онлайн-брокеров, и есть директ-брокеры. Онлайн-брокеры, например, из известных таких, это то, что Ameritrade, это ScottTrade, это Interactive Brokers. У них в основном вы работаете на своих деньгах. То есть там плечо максимум 4 к 1. У директ-брокеров, с которыми мы работаем на акциях, плечо 20 к 1. Мы даем плечо 50 к 1. Пожалуйста, если вам оно нужно, здесь проблем с деньгами нет. Главное, чтобы у вас была система, вы доказали, что вы можете зарабатывать. Пропритори компания тоже добавляет свою комиссию. Никуда не денешься. То есть вот биржа, потом брокер, потом своя наценка, ну уже дают плечо. 10 к 1, 20 к 1, 50 к 1, может даже и больше. Для тех, кто понимает, что с этим причем делать. Payout. Выплаты трейдеров. Чаще всего в СНГ это 75%. Есть еще там компании, которые дают гораздо меньше, но вы поймите, это частный бизнес. В 90% случаев проб компания это частные деньги. Поэтому инвестор, простите меня, берет вас на работу, вы ничем не рискуете. Тут уже в зависимости от того, что он как бы вкладывал, он имеет право поставить любые варианты выплаты. Но в основном 75% сейчас все дают. Дальше. Проб компания за счет огромного объема суммарных торгов добивается от брокера лучших условий по комиссионным. Многие до сих пор торгуют на комиссии выше 40 центов. У нас комиссия сразу 35, и это только для начала. Мы даем комиссию в основном своим трейдерам, наша проб компания, одна вторая, дает 20 центов. Для тех людей, кто занимается скальпом, это может быть еще меньше, намного меньше. Здесь идет вопрос не в том, а какую вы комиссию мне дадите. Нет, здесь идет вопрос в том, что какая у вас стратегия, какая комиссия по стратегии вам нужна. Если человек работает на акциях типа Байду, у него может быть комиссия до доллара, ему по барабану, потому что она там ходит 2, 3, 4, 6 долларов каждый день в обе стороны. Он там на комиссии ничего не потеряет, не заработает. Если он в плюс, это очень большие деньги. Если в минусе, это тоже очень большие деньги. Поэтому тут зависит от того, какая у вас стратегия. Но это в основном касается проб уже трейдеров, которые приходят и говорят, что мне нужно вот это, вот это, вот это и вот это. Давайте договариваться. Ну, так и договариваемся. Итак, основной, один из моментов, который помогает и вам, и проб компании выживать, это жесточайший контроль. Это риск менеджмент, это сейчас номер один в мире проб трейдинга с точки зрения, как выжить и заработать. Если риск никакой, то есть вам позволяет залетать, грубо говоря, то бывают случаи, когда проб компании по-прежнему сливают весь капитал. Но у нас такой случай был. Мы работали с компанией, которая несколько лет назад, так активно, хорошо начинала, давала хорошие условия, потом бах, и какой-то из ее офиса слил больше денег, чем она себе могла позволить. На что брокер сказал, мы не будем вас кредитовать, братцы, и закрыл это все принудительно. То есть, от чего люди до сих пор не могли вывести деньги. Поэтому здесь, в мире проб трейдинга, тоже вы должны понимать, что риски достаточно высокие, но если это профессионально поставлено, то как бы они в плюсе. Потому что на работу берут тех людей, которые торгуют в плюс, дни убыточные бывают, в целом по компании, не вопрос, но в основном их меньше. Ну, я уже описал, почему именно проб трейдинг, ну, потому что это дорога жизни. То есть, если вы хотите реально зарабатывать, у вас должны быть лимиты потерь, хотя бы 500-700 тысяч долларов в день, ребята в основном торгуют с большими лимитами, те, которые уже торгуют несколько лет, там полторы, две, три, пять тысяч долларов в лимит потерь дня, соответственно, эти же деньги в день они и зарабатывают. Все зависит от лимита потерь дня. Что вы понимаете, если у вас лимит потерь, там, 15 центов, 15 долларов, то вы не зайдете тысячу шерст, вас тут тупо выкинет, сразу же, моментально закроют и до свидания. Поэтому, если у вас нормальные лимиты, а вам их повышают постепенно, то вы, соответственно, начинаете больше зарабатывать. Это очень потихонечку делается. С лимита потерь, ну я начинаю с лимита потерь 300 долларов, считать, что можно что-то заработать. Если раньше там, мы еще пытались с лимитом потерь 100 долларов, что-то делать, часа в этой неделе, даже 100. Ну, потому что это вот и рынки сейчас очень тяжелые, торгуют роботы, поэтому для того, чтобы человек спокойно себя чувствовал, хотя бы, ну, три собак своему надо иметь. Ну, тогда будет зарабатывать, а не думать, заработает он сегодня или не заработает. Но это при том, что он умеет зарабатывать. Просто так. Окей? Дальше. Торговые платформы. Очень важный вопрос. Ну, вы понимаете, что если вам, например, поставить две команды, одна катается на коньках, например, с хорошей заточкой, лезвий, и на классных, профессиональных, а другой выдали, я не знаю, кеды, то какие бы у них не были клюшки, обеих, или какие бы не были нападающие, или вратари, выиграет все равно та команда, которая катается на нормальном инвентаре. Понимаете? Та же история здесь, но даже сложнее, потому что от того, какой у вас софт, зависит, собственно говоря, насколько оперативным вы сможете этот рынок прочитать, что-то заработать. Соответственно, мы долгие годы изучали SYNCORSWIM, сейчас уже большинство, ну так, тех людей, с которыми я работаю, с SYNCORSWIM не работает, но по ряду причин. Но в основном все-таки софт очень многое решает. Также здесь нужно отдавать отчет себе в том, что большинство компаний все-таки не заинтересованы в развитии и в рекомендациях, и в рекламе какого-то софта, который даже лучше, чем их, например, софт. Но зачем им рекламировать чужой софт? Ради чего? Понимаете? Эти люди хотят контролировать ваши счета, люди хотят контролировать, давать возможность комиссию, увеличить, уменьшать там и так далее. Поэтому софт для каждой компании в основном это договоренности, определенные с брокером. То есть очень многие люди просто не дают себе отчета, почему, собственно говоря, тот или иной софт у той или иной компании. Но вы должны быть все-таки осведомлены, какие еще варианты есть в других компаниях, посмотреть, где что и выбрать что-то лучшее для себя, если у вас нет наставника. Если у вас есть коуч, который работает на конкретном софте, он вас на другой софт просто не пустит. Он вам объяснит, почему он работает именно с этим софтом. Дальше вы будете придерживаться этой схемы. Теперь поговорим немножко о автоматизации. Вот этот вот первый слайд, который я сегодня показывал, сейчас я его выведу на экран. Я хочу, чтобы вы поняли, почему мы остановились на Тайморе. Где-то месяца уже 4-5 назад, когда я видел Таймору, я до этого долгое время пытался собрать воедино хороший сканер торговый, остановился на Трейд Идея, который стоит 75 долларов в месяц. Хорошую программу по автоматизации стратегий, лучшая на данный момент из того, что доступно в интернете, это Сайборг Трейдинг, она стоит 250 долларов. Но это все надо было еще и вешать на исполнение куда-то на платформу, а Сайборг вешается на данный момент по акциям только на Стерлинг. Стерлинг стоит еще 300 баксов, но и это было бы ладно. Это не проблема было бы. Но это все вместе достаточно часто не совсем оперативно и качественно работало. Понимаете, когда я пробовал, например, спредтрейдингом заниматься на Сайборге, то на Сайборге неплохой, скажем так, менеджер для этого. Но графики-то спреда, график спреда-то показывался через Стерлинг, а он там показывался через пень коленов. Понимаете, через раз. Смог зависнуть, то есть смог показывать, что-то не так и так далее. Поэтому мы попробовали и отказались от работы с Сайборгом не только по этой причине, но и по причине, еще раз говорю, дороговизны. И второй момент, что когда была поставлена задача мне, пробкомпания, что ты должен попробовать сделать свои стратегии для пацанов, чтобы ты мог их потом научить нажимать на кнопочки, то через 3-4 месяца я им сказал, что, ребята, все хорошо, но не получится, потому что там не просто кнопочки. Там нельзя просто кнопочки, там он должен понимать, что происходит, и изменить быстро. Если этого не будет происходить, значит он будет залетать. А изменить быстро на Сайборге не получается. Поэтому, когда я увидел, что Таймора включает в себя и великолепный сканер, ну, наверное, лучший сканер из тех, что я видел, и великолепный возможность работы с графиками, с watchlist, великолепный левел 2, даже левел 3 мы называем, великолепное окно исполнения, экзекьюшн, с возможностями, которые большинство платформ даже априори не имеет и иметь не будет никогда. Я задал себе только один вопрос. Боже, как бы было классно, если бы туда можно было еще вставить менеджер стратегии вот такой хоть примерно, как на сайборге. И я стал долбить американцев своих, сейчас уже партнеров, друзей моих, Алекса Морриса того же, что говорю, Алекс, давай сделаем, блин, ну, нормальный софт, давай доведем, давай сделаем его проще, давай сделаем ордера, размещение ордеров на графике, давай сделаем, вот здесь упростим, вот здесь упростим, вот здесь упростим. Ну, в конце концов, сделай ты мне этот менеджер стратегии, ну, пойми, не будут люди эти скрипты писать, оно должно быть все гораздо проще, должно быть 3, 4, 5 стратегий, которые мы изначально сделаем, и будем их просто продавать, готовые. Но он долго сопротивлялся, вот, так как он человек не бедный, ему уже ничего не нужно, но в конечном итоге он загорелся, этой идеей мы сделали на данный момент менеджер стратегии. Вы сейчас можете видеть уже на канале, на нашем YouTube, пожалуйста, все эти последние наработки, и по Форексу, и по акциям, это все уже работает. С учетом, правда, того, что пока это все еще в режиме тестирования, но это все уже на реале, на акциях уже это все на реале. То есть те видеоролики, которые я показываю в последнее время, последних там десяток, большинство из них это реальный счет. Вот, кто не знает наш канал, пожалуйста, я в конце там напишу все эти данные. Вот, поэтому то, что вы видите сейчас перед собой, это фактически, для меня это идеальный вариант работы с рынком. Почему? Потому что вот верхнее окно, правый верхний угол, видите, это вотч-листы, это наши вотч-листы, которые показывают, что происходит в том или ином секторе. Видите, у меня акции периода отчетности, здесь вбиты ETF-ы, пары, спред по парам, вбит Форекс, вот через USD, и так далее. Но, также у нас здесь есть, ниже, видите, идет потоковая high-low, high-low, то есть, как бы, акции, которые растут, акции, которые падают, там тоже есть фильтр отбора, и так далее. Ниже идет сканер, собственно говоря, вот это вот, брейкауты, да, этот сканер настраивается, тоже видеоролики на эту тему, у меня есть в интернете, в открытом доступе. И дальше, с этого сканера, сигналы идут, вот в нижнем, вот это левое окно, самый нижний угол, левый, это менеджер стратегии, где вы видите, там стоят плюс 100, минус 300, минус 300, минус 100, что-то такое вот. Вот это вот менеджер стратегии, там сейчас работает, включена одна стратегия, на которой горит красная кнопочка стоп. На одном мониторе, мы добились того, что сканер сам отбирает акции, по заданному нами критериям, заданным нам критериям, подает эти акции в менеджер стратегии, в менеджере стратегии написаны несколько стратегий, для каждой стратегии просто выбран свой сканер. Например, если я хочу работать с акциями NASDAQ, я нажимаю на вот эту стратегию, в которой забитый поиск, источником котировок являются данные, которые отобраны по NASDAQ, например, по объему, по цене, по волатильности, там еще по каким-то критериям, и брейкауты, например, вверх или вниз. Вот эта информация идет со сканера, попадает в менеджер стратегии, в стратегиях уже все забито, все там уже есть, человеку остается просто следить за ситуацией. Вот это мечта любого трейдера. Сейчас она почти готова. Работаем. По поводу демо-счета. Ребята, с демо-счетом очень сложно и очень просто. С точки зрения очень сложно, это то, что демо-счет на профессиональных платформах надолго никто не дает, как не давал, так и не дает. То есть неделю, две, вы там как бы позанимаетесь, и все. Но эти счета, они созданы для того, чтобы вы на них учились. Поэтому мы пошли по другому пути, мы сразу говорим, что, ребята, демо-счет у нас на таймору бесплатно первый месяц, потом 100 долларов за таймору, это так, что на реале, что на демо-счете, все равно ежемесячно. И 20 долларов за котировки. То есть вы платите ежемесячно 120 долларов, но у вас реальный, считайте, вариант, на котором вы тренируетесь. Хотите 2 месяца тренируетесь, хотите 18 месяцев тренируетесь, но дальше вы выводите, мы просто подключаем вас к брокеру, все то же самое, что вы делали, просто на реале. включая. Как так за демо платить? Ребят, если вы не понимаете, что это за профессия, если вы думаете, что это шутка, то вам лучше, собственно говоря, сразу этим не заниматься. Вы поймите, я не издеваюсь над вами, но просто, когда вы поймете, что такое, ну, что это за профессия, да, ну, вы поймите, вы же, о чем мы говорим, вы будете зарабатывать на воздухе, даже не торгуя на свои деньги. Ну, вы понимаете, конечный итог, к чему мы идем, что после того, как вы там что-то добьетесь, как трейдер, станете что-то понимать и зарабатывать, вы показываете эту свою статистику, да, вам эти деньги дают в миллионах долларов. Торгуете, зарабатываете себе и компанией. Поэтому 100 долларов за демо, это не шутка, это великолепное предложение за реальный софт. Понимаете? Потому что если вам, ну, мы говорим о том, что эта демо, вы поймите, в чем прикол, эта демо от реала отличается только тем, что сделки на реал не выводятся. Все остальное там точно такое же. Котировки, графики, все прочее. Понимаете? И еще раз говорю, ребят, если вы думаете, что можно потратить меньше там 5000 долларов и получить эту профессию, этого не будет. Никогда. Это ложь. Поэтому 100 долларов здесь это так, это начальный уровень, даже не расходов, а так поговорить. Кстати, вы, если начнете общаться по любым другим вопросам с ребятами, которые, например, что-то зарабатывают в инфобизнесе и так далее, вот просто обратите внимание, там консультация часовая стоит 250. Один час консультации поговорить с человеком, который расскажет вам, как настраивать там какие-то сайты. Так что вы, мы просто сейчас немножко потерялись, вот настолько приучили нас к этой халяве, но этого больше не будет. Саша, вот вопрос, что кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, я так понимаю, что выигрывает те деньги, которые кто-то проиграл. Это вопрос из курса, подготовительного курса Форекса для новичков. Ничего этого нет в мире давно, вы поймите. Нет этого ничего уже. В мире есть только, скажем, ну вот, так глубоко копать не надо. Смотрите, у вас есть вот реальная перспектива. Смотрите, если бы не было, если бы не было перспективы ухода на работу в проб, я бы этим давно не занимался. Потому что мне бы нечего было людям предложить. Я бы не мог им сказать, что у вас есть хоть какая-то перспектива. Потому что я, понимаете, могу понять, что человек хочет потратить, скажем, пару лет жизни, там, несколько тысяч долларов или там, десятка тысяч долларов и получить в результате профессию, которая ему нравится. Потому что ему не надо будет зарабатывать деньги для того, чтобы открыть реальный счет и потом на нем зарабатывать эти тысячи долларов. Ему эти деньги дадут. Более того, за ним еще и охотиться будут за этим человеком и предлагать им из разных проб, что ой, мы тут видели, что вы там хорошо торгуете, идите к нам. У нас все, мы вам все дадим. Окей? Поэтому, исходя из точки зрения вот этой перспективы, можно тратить деньги и какую-то часть своей жизни на достижение этой профессии, если она вам нравится, если вам этот трейдинг нравится. Понимаете? А кто откуда еще берет, ну это понятно, здесь все чистенько, здесь все по клирингу проходит. Вы каждую свою сделочку видите в стаканчике, каждый из своих 100 шерст вы видите, если там не очень волатильная акция, где там миллионы проторгуются, вы можете это все видеть. Так что здесь все честно, все уходит на биржу. Никаких проблем здесь нет. Почему отказались от Syncorswim? Ребят, Syncorswim это аналитическая платформа. Анализ графиков я делаю полностью на Тайморе, там идеальные графики для того, что мне нужно. Вообще идеальные. Посмотрите мои ролики последние, предпоследние и так далее. У кого есть желание, в мастер-группу будем чуть позже говорить. Приходите, посмотрите. То есть, смотрите, еще один момент. Syncorswim сейчас активно дорабатывается. Но вы поймите, мы с вами говорили, не говорили, что есть понятие брокер-дилеров, которого дают 4 к 1. И есть понятие онлайн-брокеров и директ-брокеров. Вот Syncorswim в составе Америтрейда, который является онлайн-брокером, это среднесрочный трейдинг. Среднесрочный. Туда надо залить 20-ку денег, чтобы что-то заработать. И комиссия там будет очень высокая. А мы работаем с директ-брокерами на платформах, с которыми работают директ-брокеры. Это не Syncorswim. То есть, в основном Syncorswim, как ребята, которые используют, это просто смотреть графики. Но это по бедности. Что ли? Вы привыкали к шаре, помните? Вы же помните, что Америтрейд официально закрыл счета, реальные счета, всех ребят, которые по прописке СНГ. Россия, Белоруссия, Украина. Официально. Они знаете, что сказали? Знаете, почему они их закрыли? Много жульничают. Я говорю о реальных счетах. Поэтому развивать тему Syncorswim нет смысла, если вы не собираетесь заниматься опционами. Это вообще опционная торговля. Вторая платформа. Лазер. Сереж, я не хочу чего-то оценивать. В каком плане? Что Лазер великолепная платформа с точки зрения того, скорость исполнения и так далее. Потом вы должны понимать, почему люди по-прежнему некоторые сидят на Лазере. Ребят, в индустрии проб трейдинга система очень простая. Большинство трейдеров, которые торгуют в пробах, они знают какую-то конкретную одну методику, которую им когда-то кто-то показал из Америкосов или из тех, кому показали Америкосы, и тех, кто слышали о том, что кому-то кто-то показал. То есть то, что работает. Если оно до сих пор работает и им показывали на Лазере, вы никуда не стащите на другую платформу. То есть на Лазере как работали ребята на имбелансах, то, что на премаркете. Кто вот сидит до сих пор на имбелансах, так на Лазере сидит, ты его не стащишь ни на Таймору, ни на шо. Потому что у него оно получается, все нормально, час там поработал, деньги заработал, свободен. Понимаете? Поэтому Лазер я не рассматриваю как платформу для перспективы вообще, но для тех людей, которые на Лазере сидят, вы их оттуда не стянете. И самое главное, что, почему я вот остаюсь на приверженцем Таймора, потому что мы Таймуру дорабатываем каждую неделю, что-то добавляем, что-то улучшаем, понимаете? Потому что у меня есть возможность работать с разработчиком, и он мне доверяет. Я его, как бы мы дружим и так далее, понимаете? То есть если я говорю, он делает, ну почти всегда. Или если он там что-то подсказывает, я делаю. Поэтому Лайтспид вы не измените, Лазеры вы не измените. Вот они в том состоянии, в каком есть, там пару обновлений в год, что-то будет, но радикально их менять не будут, никто в это деньги уже не вкладывает. В Америке пропы давно закрыты, основные. В основном работают пропы, ну, машины работают, роботы. Критерий наборов проп, ну, как таковых наборов практически никто не делает. Вот с улицы уже, как бы, если кто берет, то там своя система, но я сейчас не буду об этом говорить, потому что это настолько бывает редко, и это вообще там пальцем в небо. То есть в основном просто уже пропы берут готовых людей, то есть вы как бы показываете или свою статистику там за несколько месяцев работы, и вас потихонечку берут сразу же на свои деньги, на их деньги, или если статистики нет, вы открываете свой счет, небольшой, там 2-3 тысячи долларов, показываете, что вы в плюсе, вам потихонечку наращивают депозит, возвращают ваши денежки, и вы потихонечку переходите в состав пропа, работать на деньги пропа. Все, такая схема. Минимальный реальный счет у меня, ну, еще раз говорю, если вы просто хотите поторговать, у вас еще нет опыта, вы еще там нет своей статистики и так далее, я не хочу об этом думать, вот честно говоря, я на этом ничего не заработаю, заниматься оформлением документов просто так я не хочу. Вот, простите, но это не ко мне. Если вы реально, вот смотрите, два варианта, вы еще не умеете, только собираетесь, надо проходить обучение, платить дорого, учиться долго, но возможно у вас что-то получится. Если вы уже профессионал, вы позвоните мне по скайпу, скажите, Ген, все, вот я работаю там, ты делаю то-то, дай мне там контакт, я вас просто следую с людьми, с которыми вы будете общаться, напрямую. Окей? По поводу Такиона, великолепная задумка, но, ребят, Такион делался для проб-компаний, понимаете? Такион делался для проб-компаний. То, что его сейчас выставляют, ребята из Питера пытаются его там делать анонсы там и так далее, и так далее, для ритейла, то есть для ребят, которым в принципе все равно на чем торговать. Это очень сложная платформа. Она, она очень требует больших, большой скорости, то есть должен быть очень хороший интернет. Опять же, у нее достаточно сложная настройка. Ну, то есть, достичь тех же результатов вы сможете на любой другой платформе. Понимаете? То есть то, что там она очень быстро закрывает, открывает, но вам это не нужно. Вы своих 100 долларов на любой другой платформе точно так же заработаете. То есть для этого Такион не нужен. Такион очень сложный. Почему? Ну, потому что он писался для профика. Там, где нужны какие-то там даркпулы, какие-то скрытые сканеры, там еще чего, таких-то возможностей и так далее. Все это сделано, основа Такиона, это сделать так, чтобы все работало очень быстро. но оно настолько быстро сделано, что в результате, в результате, ну, это уже мешает. Вы будете смеяться, но даже по Тайморе, первое впечатление, которое было у меня, а почему ордера не исполняются, я говорю. Он говорит, «Да у тебя какая скорость интернета?» У него просто идет, понимаете, у него идет опрос всех бирж, всех ИСиенов, быстрее, и закончился этот опрос, быстрее, чем у меня вообще интернет проходил. Поэтому мы даже на Тайморе уменьшали скорость. Вот они не могли понять, американцы, как это уменьшить. Я прошу их уменьшить скорость сработки ордеров. Он говорит, «Что ты имеешь в виду?» Я говорю, «Физически уменьши, потому что он у меня не успевает. Он не цепляет у меня, ты понимаешь? У меня нет такого интернета, как у вас». Он там опрос прошел, не было сработки, не успела эта сработка пройти, и он ушел себе. У него нет команды для него. А у меня просто интернет слабенький. Ну, у нас с вами, по отношению к Америке или Китаю. Поэтому так и он здесь не пойдет, никогда не шел и не будет. Это для ребят, которые торгуют серьезно, которые торгуют очень много, крупно в Америке. Здесь, я думаю, на Китаю тоже торговать не будет. По крайней мере, сейчас. А делать из него, знаете, более медленную платформу – это идиотизм. Ради чего? Они ее делали изначально, чтобы она была самой быстрой в индустрии. Вот у нас есть на ProfitMoney раздел «Наше видео». Вот у кого есть желание, вы можете просто посмотреть. Это все писал я. Почти все это писал я. Вот представьте себе, сколько он на это потратил времени, жизни там и так далее. Просто для того, чтобы понимать, что вопрос, что 100 долларов в месяц за демку – это сложно. Но это точно не сюда. Это очень сложная профессия. Вы должны понимать, что, в общем-то, не для всех. Вот. Значит, наше видео, и, пожалуйста, здесь по разделам, и по Синкарсвиму, и по Таймори, и по Токеону, и по Сайборгу, и по Стерлингу, и по Фьюжену, Фристок Чарльз, Даст Трейдер, Трейдер. Это все я писал, ребят, лично. Там не по одному ролику. Вот представьте себе, сколько пришлось переработать, для того, чтобы сделать вот так просто, как я вам показывал в Тайморе. Еще раз говорю, я когда увидел, что в одной платформе вот это все можно сделать, я просто был на седьмом небе от счастья. Потому что, ну, это действительно круто, когда ты можешь на одном мониторе уместить все, и нажав одну кнопку, просто наблюдать за тем, что происходит с рынком, и как робот это отрабатывает. Это невероятно крутая тема. Мне нужно просто немножко доработать, и дальше пойдет все хорошо. Так, дальше. Мы сделали также рабочую зону трейдера. Значит, пожалуйста, она бесплатная, заходите, смотрите, там очень много аналитической информации, там есть лучшие сайты. При построении рабочей зоны трейдера ставилась одна задача, чтобы один из мониторов, на одном из мониторов, что на одном из мониторов, чтобы была вся информация, чтобы вам не приходилось уходить, искать где-то Bloomberg, искать где-то, что происходит с Forex, искать где-то, что происходит с Pivite, или еще где-то. Вот мы добились того, что хотели, в принципе, сейчас это все уже больше года нормально работает. Доходите, пожалуйста, в рабочую зону, смотрите, пробуйте, читайте это все бесплатно. Там не так много активности, но вы поймите, вы или торгуете, или пишете в рабочую зону. Поэтому, я редко, что пишу, но, по крайней мере, я каждый день туда захожу, я смотрю сам там Bloomberg, смотрю ситуацию, там по рынку, иногда сайт и такое всякое. По поводу того, что я слышал, серьезные рабочие стратегии нельзя автоматизировать. Да, есть, смотрите, есть вот такой момент очень интересный. При, ну, вы же понимаете, что мы тестируем разные стратегии, да, то есть, вот я ее могу сделать очень легко и очень быстро, но мне нужно это все тестировать, причем мы тестируем сначала на демо, потом на реале, тратим на это реальные деньги, но это приходится делать. Так вот, как ни странно, оказалось, что Forex для автоматизации, для автоматической стратегии, которая бы давала сама плюс, вот включил утром и ушел, он гораздо больше подходит, чем акции. На данный момент, я делаю оговорку, потому что мы работаем. Значит, почему? Ну, у Forex всего два положения, или флэт, или какая-то там пара куда-то улетает, например, как то, что сейчас происходит с иеной, которую пытаются там занизить там и так далее, занизить, то вернуть назад, в общем, понятно, что она там выбивается из этой всей колеи, но все остальное примерно в одном диапазоне крутится, поэтому сканер, собственно, выбирает какие-то пробои, туда открывается стратегия, которая за счет, ну, типа Мартингейла, немножко там упрощенного, набирает эти позиции и потом на откате тупо закрывает это все в плюс. Установлен также лимит потерь дня, установлен лимит потерь по портфолио, лимит по профиту, по портфолио, по стратегии там и так далее. Все это вот один раз сделал, нажал на кнопку и все, и оно работает. У меня параллельно ноутбук стоит, параллельно к основной рабочей станции, вот у меня на Форексе, я уже давно не видел, чтобы он там закрывал минус. Но, вот была, по-моему, это ли в пятницу ситуация, когда иена, иена сильно рванула, да, он сразу закрыл минус, но он же и выключился. Там же все настроено, чтобы тебя этот минус не убил, понимаете? Вот, для акций это намного сложнее сделать, потому что акция, как вы знаете, она в течение дня может реально бегать. Поэтому мы сейчас, я сейчас в основном экспериментирую с одной стратегией, которая мне понравилась, и последние наработки, которые получились, минус она под ней не закрывает уже. Для меня, меня спрашивают, Гена, что для тебя там прибыльная стратегия? Для меня прибыльная стратегия, которую могу оставить, вот я пошел там сальсой своей заниматься, танцую, я понимаю, типа вечера, нажал на кнопочку и ушел. Вот, чтобы я пришел, и если с интернетом все было окей, не было проблем, то минуса там не было. Там был небольшой плюс или хороший плюс. Вот это для меня прибыльная стратегия, вот над этим мы работаем. Вот, потому что потом вы просто увеличиваете входной лот и дальше все то же самое. Конечно, в трендовые дни, безусловно, руками вы заработаете гораздо больше, потому что робот будет работать по той же стратегии, которую вы ему дали. Понимаете? Вам нужно ручками долиться туда. Если вы видите, например, Бибирвай, бывший Рим, там падал в пятницу, у меня тупо зашел, не 100, 200, как обычно, зашел там 500, 600, сделал быстренько там каких-то 100, 130 долларов и вышел. И все, меня устроил, я пошел все дальше. То есть, робот бы работал по системе, возможно, к концу дня он бы заработал больше на нем, но он бы 500 не залил. Если там стоит 100, он туда 100 зальет. Понимаете? Мы никого не учим. Таечка, спасибо большое вам за комментарий, я вас помню, конечно, с любовью и так далее. Но даже по моим роликам учиться не надо. Лучше приходите на коучинг, лучше потратите эти деньги, вы поймете, это ваше, это не ваше. Сейчас мы, если личный коучинг там за полторушку, то вы с марта будете писать стратегии для меня уже. Я месяц с вами потрачу, чтобы я научил вас, как это делать. Дальше уже, вот, например, одна из стратегий, которая недавняя, из недавней, которая сильно понравилась, она была написана на базе моей стратегии, человеком, который там что-то изменил и об этого никогда не сделал, то, что он написал, но она давала плюс какое-то время. То есть, как бы здесь все-таки одна голова хорошо, а 2,3,18 лучше. Но это будет закрытый клуб, конечно же, потому что любая стратегия прибыльная, она не будет прибыльной всегда. Не будет она всегда прибыльной. То есть, какое-то время ее нужно менять. Вот. О, это сложный вопрос. Ступени на пути к успеху трейдера. Образование, школа опытного, успешного трейдера, технология трейдинга, конкретно успешная стратегия заработка, социальная инфраструктура, работа с крупным рокердилером, минимальная комиссия, ребейты, доступ к торговому капиталу, крупной пробкомпании, риск менеджмент и сопровождение торгов. Давайте с учетом того, что будет не совсем приятно по первым пунктам, пойдем от обратного. Риск менеджмент, пятый пункт, подтверждая полностью. Без пробкомпании, даже ребята, которые работали в пробкомпаниях, потом уходят на свои хлеба, они очень часто сливают все деньги. Потому что все-таки, когда ты сам, ну вот еще чуть-чуть потерпеть, еще чуть-чуть потерпеть против себя позицию, бах, она там просела и до свидания. Пробкомпания тебе этого не позволит сделать просто. Потерпеть, тебя тупо закроют. Но зато ты выживешь. Четвертый пункт, доступ к торговому капиталу и крупной пробкомпании. Я уже объяснял, вы будете торговать на свои сотни тысяч долларов, когда они у вас будут. Пока их у вас нет, надо торговать на деньги компании. Третье, институциональная инфраструктура. Это и есть, собственно говоря, компания. Да, безусловно, Саша, безусловно. Это и есть, собственно говоря, структура брокер-дилер. И вот это все, вот это все контролирует проб. Он выбивает для себя лучшие условия, там и так далее. Причем иногда очень хитро это делается. Вот. То есть, все пытаются выбить для себя что-то лучшее. У вас не получится, тогда говорится, с брокером, как у крупной компании, у которой сотни трейдеров, а то и тысячи. Технология трейдинга, конкретная успешная стратегия заработка. Ребят, конкретные успешные стратегии заработка никто никому не показывает. Я знаю ребят, которые делают, там, зарабатывают квартиру за год, но с учетом даже того, что мы дружим, мне они свои стратегии не показывают. Ну, там пару раз рассказали, подсказали, что там, вот так, чтобы я зашел, увидел, что он делал, он меня не пускает. Поэтому никто вам ничего этого не расскажет, вам придется выдумывать самим. Образование. Образование нужно, но не гарантирует заработок. Не гарантирует. Вы можете пройти курс за 25 тысяч долларов. Если человек не может просто посвятить вам время, вот я почему говорю все время о личном коучинге, потому что мы созваниваемся, да, я говорю там, Вася или Петя или Сергей, там, когда ты будешь? Он говорит, ну, я могу тогда, а я могу тогда. Сели и полтора часа долбим. Он мне задает вопросы, я вам показываю, рассказываю и так далее. Без этого вы обречены. Вы будете лазить по форумам, там что-то кто-то понравился здесь, кто-то понравился здесь. Это в никуда, ни о чем. Поэтому аккуратно с этим, пожалуйста. С чего начать? Ну, надо денег собрать, чтобы можно было заниматься. Без обучения ничего не будет, без коучинга ничего не будет. Будет много лет и до свидания. Дальше все-таки вы должны определить для себя срок по времени и придерживаться этого термина, стараться за этот срок чего-то добиться. Если вы потратили там год, вы потратили деньги, год, коучинг там и так далее, и у вас не получается надо завязывать, потому что вы просто покалечите себя и свою семью. Это не обязательно ваша профессия. Ссылка, которую я вам сейчас дал, это ссылка на страницу, которая поясняет с видеороликами, что такое мастер-группа, как где-то наплачивать и так далее.